Насколько крепок наш иммунитет? И можно ли его прокачать? Почему мы не реагируем на какой-то аллерген, а наши дети чихают и краснеют? Могут ли помочь в борьбе с аллергиями и частыми простудами популярные советы? Правильно питаться, заниматься спортом? Узнаем здесь и сейчас. В нашей студии врач-аллерголог областной клинической больницы Ирина Волгаевская. Ирина Павловна, добро пожаловать к нам в эфир! Здравствуйте! Очень приятно. Для начала немножко ликбеза. Про свой иммунитет мы знаем ведь, правда, не очень много. Если вообще что-либо знаем. Наверное, только знаем, когда нам нужно надеть шапку, когда не нужно. Когда варежки, когда в кармане полежат. Из чего состоит? Как работает наша иммунная система? Если можно, объясните простыми словами. Иммунная система вообще самая малоизучимая система нашего организма. Но и в то же время самое главное, именно она помогает нашему организму свое от чужого отличать. То есть от чужих агентов, патогенных, то есть вирусов, бактерий, паразитов. Также от чужих и не совсем нормальных наших же клеток, собственно, организма. И также иммунная система не должна реагировать на то, что она не должна реагировать. То есть так называемая, у нас есть такой термин в медицине, иммунная толерантность. И вот совокупность всех этих вот звеньев иммунной системы и создает у человека нормальный иммунитет. Когда организм получает какую-то заразу, аллерген, как он понимает, что это действительно враг? И как начинает бороться с инфекцией, с патогеном? Ну, в медицине есть специальные клетки, которые именно узнают по антигену. Потому что все, что чужеродное, это считается антигеном. То есть они сопоставляют наши антигены с чужеродными и умеют различать именно чужое. И увидев, что это чужой антиген, начинает всячески с ним бороться. То есть начинает его определять сначала, вырабатывать на него защитные антитела, уничтожать и выводить из организма. Вот нередко мы, обыватели, такое про себя говорим. У меня иммунитет к любой заразе. Или, напротив, у меня слабый иммунитет. Медики, специалисты, они посмеиваются над такими обывательскими разговорчиками? Ну, конечно, иногда да. Да, потому что вообще у здорового человека иммунитет должен быть нормальный, если он ведет здоровый образ жизни и так далее. Конечно, иногда люди воспринимают, например, частые заболевания теми же вирусными бактериальными инфекциями, как снижение иммунитета. Но не всегда это этим является. Ну, например, берем, например, как раз дети, которые начинают посещать детские учреждения, они начинают часто болеть до 4-6-8 раз в год. Но это не значит, что у них снизился иммунитет. Просто дети начинают сталкиваться с новыми агентами. И чтобы иммунитету как раз наработать вот эти защитные свойства иммунитета против этого именно микроба, он начинает заболевать. Потому что любой процесс иммунологический в организме, он проходит стадию воспаления. А любая стадия воспаления внешне выглядит как болезнь. То есть температура, кашель, насморк, сопли и так далее. И это первое. Второе. Иногда люди воспринимают как снижение иммунитета, когда недолеченная какая-то была инфекция. И она переходит в подострую стадию и опять заболевает. Только это не новая инфекция, как человек думает, а именно обострение какой-то старой инфекции. Вот. Поэтому вот за такими вещами надо следить, санировать хронические очаги инфекции, чтобы вот таких вот не было больше. С тем, что он как будто думает, что он часто болеет. Ну и, естественно, консультироваться с доктором. Вот. Что я хотела сказать. То есть не принимать никаких препаратов самостоятельно, а лучше проконсультироваться с врачом. Ну, врач без сомнения в этом смысле, куда лучше фармацевты, хотя учились вроде бы в одном узе. Хотел спросить, как определить вообще состояние собственного иммунитета, но сейчас понимаю, что это некорректный или не совсем корректный вопрос. А нужно ли это делать? Как это определять, насколько твой иммунитет крепок? Ну, да, конечно, бывают такие случаи серьезные, когда необходимо на самом деле проверить иммунитет. И есть такие анализы, то есть иммунограмма она называется, где проверяется уровень защитных клеток иммунной системы, уровень защитных веществ иммунной системы. Например, есть такие серьезные заболевания, первичные иммунодефициты, как мы называем, которые возникают у детей на первом году жизни и которые требуют серьезного обследования и в последующем серьезного лечения. Поэтому, конечно, при каких-либо подозрениях на какую-то недостаточность иммунитета нужно обязательно тоже консультироваться со специалистом. Это градусником, какой-то наклейкой на лоб, тестом из интернета не проверишь, насколько у нас силен твой иммунитет. Иммунитет, конечно, нет. Вообще, в течение жизни иммунитет, его сила, извините, опять забывательская словечка, она может поменяться? Конечно. Вообще, когда человек рождается, он врожден, у него есть факторы врожденного иммунитета, так называемые. То есть, как говорится, он еще не встречался с внешней средой, но у него уже есть врожденные, способность защищаться от патогенов. Это маме, спасибо. Нет, это генетике, спасибо. Да, это природа, это видовое, наследственное, как мы называем, генетически уже заложено. Вот эта способность иммунной системы не воспринимать какие-то заболевания. Хватает ненадолго, судя по всему? Ну, конечно. Ну, например, вот мы люди невосприимчивы, например, к собачьей чуме или какой-то куриной холере. Мы не слышали про такое? В чем и дело, даже если мы не встречались с этой инфекцией, не наработали защитных и телозапасе, то все равно мы ими не заболеваем. Потому что у нас видовая, вот есть устойчивость. Вот, говоря, даже есть такая устойчивость у некоторых людей к туберкулезу и даже к ВИЧ. В последующем, когда ребенок начинает уже контактировать с внешней средой, то есть с патогенами, там уже начинает работать адаптивный или приобретенный иммунитет. Он более специфичный, не такой, как врожденный иммунитет. Врожденный иммунитет, он не специфичный. А приобретенный лиодоптиный, он уже начинает нарабатывать защитное тело против конкретных видов паразитов, бактерий и так далее. И при повторном контакте с этим патогеном ребенок быстрее выздоравливает, ну и взрослый человек, естественно. Вот. Есть длительный иммунитет, ну, например, ветрянка, да, знаете, все ветряная успа. То есть, если человек переболел, очень редко, когда человек болеет второй раз такой инфекцией. А вот это очень редко, но болеет. Это когда система иммунная начинает работать неправильно? Такие случаи вообще были? Ну, либо очень-очень, например, ну, вывели защитные антитела по какому-то либо, там, причине. Вот. Либо нужно, либо первый раз, может быть, это была не ветрянка, а был ошибочно поставлен диагноз. Вот. Либо второй раз не ветрянка тоже. То есть, здесь нужно разбираться в каждом конкретном случае. А помимо вот просто таких ошибок в диагностике, сбоя какого-то там, условно говоря, теста, есть патологии иммунной системы? Конечно. Которые действительно часто встречаются. Да. Ну, вот, то, что я первая озвучила, самые тяжелые патологии иммунной системы, это вот первичные иммунодефициты. Ну, хорошо, что они не так часто встречаются, и генетические заболевания, они генетически детерминированы. Вот. И заболевают, выявление этих заболеваний уже происходит на первом году жизни, иногда на первом полугодии жизни. Это тяжелые дети, которые требуют тяжелой терапии, серьезной, иногда вплоть до пересадки костного мозга. Вот. Ну, хорошо, что сейчас медицина у нас всегда идет вперед. То есть, эти дети раньше, раньше, да, на данном дети, до года такие не выживали. Но сейчас с развитием медицины, естественно, лечения, то есть, этих детей, конечно, и до взрослого состояния они приходят к нам уже. Вот. А более распространенные все-таки патологии иммунной системы, это, конечно, аллергические заболевания. То есть, из вот... Так, об аллергиях сегодня подробнее. И, наверное, одна из самых часто встречающихся таких тем, обсуждаемых на разных платформах в интернете, это вакцинация. Ну, якобы, вот это такая красная тряпка для многих, да, что вакцинация, да, говорят про конкретные прививки, иногда в целом про любые вакцины, а она якобы может посадить иммунитет. Я цитирую. Я понимаю, что это далеко от того, что, в принципе, сам термин «посадить иммунитет», наверное, с стороны, да. Есть ли в этом популярном утверждении, популярном заблуждении хоть доля истины, хоть какое-то зерно, на котором она действительно может стоять? Нет, это заблуждение, что вакцинация может посадить иммунитет. Она только может помочь организму, когда он столкнется с данным патогеном, от которого была проведена вакцинация, он, во-первых, не заболеет или заболеет в легкой форме, и не будет никаких тяжелых осложнений. Но нужно иметь в виду, что перед вакцинацией нужна обязательно консультация врача, потому что у каждой вакцинации, от каждого патогена есть свои показания и противопоказания. И, конечно, если эти противопоказания, например, не учесть, а человека отправить на вакцинацию, то, конечно, могут быть серьезные осложнения и последствия. Но там не столько с иммунитетом, там осложнения самой вакцинации могут быть. Поэтому перед тем, как вакцинироваться, то есть самостоятельно идти на вакцинацию, это, конечно, совершенно нельзя делать только через консультацию и осмотр врача перед вакцинацией. Да, в общем-то, это невозможно, во всяком случае, в государственной медицине. Ну да, вот я имею в виду проплатную, потому что делают сейчас вакцинацию в платных клиниках, но там должны тоже осматриваться врачом перед каждым. Можно ли своему иммунитету помочь? Стоит ли это делать? Или здесь природа уже все, как положено, твоему организму рассудила, и хоть в лепешку расшибись, хоть на турнике научись скакать, ничего не выйдет? Ну, вот, конечно, если брать первичные врожденные генетически детерминированные иммунодефициты, конечно, они требуют специального лечения, заместительной терапии и так далее. То есть, ну, это вот, так скажем, отдельная категория больных. Вот. А в норме, в норме у каждого человека иммунитет не требует никакого вмешательства, а тем более использования бесконтрольных иммуномодуляторов, стимуляторов и так далее, и так далее. Потому что иногда применение их может привести только к усугублению ситуации и, например, спровоцировать какой-то риск других заболеваний, обострения. Но для того, чтобы иммунитет был нормальный у человека, конечно, ему нужно помогать. То есть, ему нужно, его не нужно стимулировать, то есть, я всегда была там бесконтрольного приема вот иммуностимуляторов, а только помогать. Вот. А как ему помогать? Ну, здоровый образ жизни. У нас знаменитый ЗОЖ. Вот. То есть, это занятие спортом, это закаливание, это правильное питание сбалансированное, это правильная смена труда и отдыха, то есть, это тоже важно, уменьшение стрессов. То есть, наша иммунная система, она контролируется нервной, гуморальной и гормональной системой. Поэтому, если у человека другие системы работают нормально, то и иммунная система будет работать нормально. Заниматься спортом. Потому что спорт усиливает кровоснабжение, как говорится, иммунные клетки достигают всех уголков нашего организма. А как же волшебная таблетка? Мы же больше ей доверяем. Спортом надо заниматься системно, постоянно. Многие считают, что бесплатно невозможно это делать. А тут купишь таблеточку. Тем более, в сезон, особенно в простудный сезон, нам из всех утюгов предлагают совершенно новые препараты. Или упомянутые вами иммуномодуляторы, стимуляторы. Это те же витамины. Когда начинаешь узнавать про них что-то, начинаешь грустить. Потому что либо что-то не оттестировано, либо что-то является банальным мелом. К сожалению, пишут об этом специалисты, что многие препараты не работают, либо не работают так, как они работают. В принципе, никакого практического смысла нет в том, чтобы капсулой, таблеточкой, порошочком свое иммунное здоровье улучшить. Здесь, конечно, нужно у человека в каждом индивидуально разобираться. Например, если человек заболел вирусной инфекцией, то принимать нужно не иммуно-стимуляторы, а противовирусные препараты. Если человек заболел бактериальной инфекцией, то, естественно, здесь идут антибиотики. То есть опять не иммуномодуляторы. Но если, например, какое-то есть подозрение на, ну вот, как говорят, снижение иммунитета, или иммунитет плохо работает, нужно проконсультироваться у врача-специалиста, аллерголога-иммунолога, который проведет какое-то специальное обследование, и если он увидит снижение каких-то показателей иммунитета и назначит препараты точечно, потому что иммуно-стимулирующие препараты, они будут стимулировать всю иммунную систему. А для правильного лечения здесь необходимо точечное воздействие на отдельные показатели иммунной системы. К сожалению, у нас нет таких вот прямо точечных препаратов. Они будут воздействовать на все, на весь иммунитет. Вот это как раз делать нельзя. Поэтому обязательно консультация врача-аллерголога-иммунолога, который назначит необходимое обследование, и после этого уже назначит препараты, если в том будет необходимость. Вы дали уже несколько полезных советов, теперь спросим глаз народа. Что народ-то думает, ну, например, о правильном питании. Коллеги, прошу вашу справку. 56% опрошенных россиян следят за своим питанием. В том числе 23% соблюдают диету, выбранную самостоятельно и прописанную врачом. Каждый третий, согласно опросу, старается есть здоровую пищу – 33%. За 9 лет измерений в ЦИОМ с 2014 года российское общество в самоописании гастрономических привычек стало выглядеть здоровее. Доля россиян, следящих за своим рационом, в этом году достигла максимального значения – 56%. Пятая часть наших сограждан признались, что едят все, что хотят, и проблемы со здоровьем их при этом не беспокоят. В 2015 году таковых было 27%, а в 2018 году – 15%. Этот подход к питанию ближе к мужчинам – 26% или каждый четвертый, и аудитории с хорошим материальным положением. Еще 23% сообщили, что у них нет возможности думать о качестве пищи. Они едят то, что могут себе позволить. За 5 лет показатель сократился. Среди россиян с плохим материальным положением – таковых 48%, то есть каждый второй. Показатель также выше в группе старше 60 лет и среди жителей села. Вот давайте в этом и разбираться. Здорово, наверное, кушать все, что только можно. Материальную сторону вопроса, наверное, в сторону. Подвинем. Но все сложнее встретить сегодня человека, даже особенно молодого человека, у которого нет на что-либо аллергической реакции. С чем связано появление у нас аллергии? И есть какие-то основные причины? Или, опять же, сколько организмов, столько и причин для появления и развития аллергии? Ну, у человека появление аллергии много и здесь факторов влияет. Первое, конечно, генетическая предрасположенность. То есть замечено все-таки, если в семье есть предрасположенность к аллергическим заболеваниям, то риск возникновения у ребенка сначала, новорожденного, тоже есть. Ну, разные проценты. И второе, влияет, конечно, окружающая среда. То есть в каких условиях будет расти ребенок. Окружающая среда в плане запыленности, загрязненности. В каких условиях дома будет расти ребенок. То есть есть ли дома тоже много всяких аллергенов. Вот. Бесконтрольный прием. Я знаю, что родители очень часто могут самостоятельно назначать ребенку антибактериальную терапию. У нас вообще многие, что многие, все увлечены антибиотиками и считают, что это панацея. Да, причем, ну, с тем, что трудно, так скажем, попасть к доктору, начинают лечить самостоятельно. И первое, что обычно начинают назначать антибиотики. Это тоже немаловажный фактор, который может потом спровоцировать генетически, тем более, если предрасположенного ребенка проявление аллергических заболеваний каких-то. Дома вот эти раздражители, это что, кошки и собаки, или не только? Ну, в доме, да. Это животные чаще всего, да. Это бытовые аллергены, как мы говорим, бытовая пыль. То есть просто вот то, что у нас лежит, и там, иногда ленимся убрать, вот это очень важно. Да, 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 та, которая в подушках, в одеялах, в постелях. Вот такая вот. Есть ощущение, возможно, просто ощущение, что мы все больше подвержены аллергиям. Аллергенов становится больше, подрастающего поколения у нас так хворает. Или выявление проблем стало лучше, поэтому кажется, что действительно больше. Да, вот здесь много факторов. Первое, конечно, стали больше выявляться больные с аллергиями, и в то же время и меньше, потому что у нас фармацевтические аптеки, вернее, выдают нас лекарства, вернее, продают лекарства без, иногда, назначения врача, без какого-либо документа от врача. Вот, и поэтому многие приходят и просто покупают, дают мне таблеточку от аллергии. Они пьют, им помогают, к врачу они не обращаются. Вот, поэтому здесь и ранее, и более частые выявления, и наоборот, в то же время до нас они доходят, бывает, через несколько лет, когда у них проявление аллергического заболевания было уже давно. Ну, это, так скажем, всем известное загрязнение окружающей среды, конечно. Использование в пищевых продуктах различных добавок, так называемых, то есть консерванты, загустители, усилители вкуса и так далее, и так далее. То есть раньше все-таки пища была у нас более натуральная. И нам многим уже невкусно без этого. Ну да, вот, более натуральная. А вот все вот эти вещества, они усиливают проявление аллергии, может и впервые проявиться, и на продукт, который, в котором содержатся эти вещества, и сами по себе они могут быть аллергенами для человека. И здесь бывает тоже трудно разобраться, что же, например, пищевая аллергия вызвана именно самим продуктом. Основным, например, там, если это, допустим, колбаса это мясо дала, или то, что там в этой колбасе еще добавлено. А список ингредиентов там обычно весьма внушить? Очень большой, да. А можно ли вылечиться от аллергии? Да, вот это нас радует, врачи, аллергологов, иммунологов, что сейчас все-таки с аллергией можно бороться, так скажем. Ну, правильно сказать, не бороться, конечно, а лечить ее, так скажем, все-таки такой другой термин. То есть сейчас есть много лекарственных препаратов для устранения симптомов аллергии. То есть чихание, насмех, слез, течение, кашель, приступы души, если больная болеет аллергической бронхиальной астмой. Вот. И хорошо, что их много, но это только устранение симптомов аллергии. То есть сама болезнь в этой ситуации, сама причина, вернее, болезни здесь уже не лечится. Вот. А именно воздействуя на саму причину заболевания, то есть вот именно на аллергический процесс, есть так называемое лечение, аллергенно-специфическая иммунотерапия. То есть это самое лучшее лечение аллергии именно. Суть состоит в том, что когда человеку вводится его значимый аллерген в возрастающей дозе, и тем самым как бы приучают иммунную систему, чтобы на этот аллерген не реагировало. Тренировка своего рода, да? Ну, я бы сказала, не тренировка, а там формируются другие антитела, которые не являются аллергенами. То есть там другой механизм. Ну, потому что аллергические заболевания, это считается тогда, когда иммунная система начинает реагировать на то, что она не должна реагировать. То есть она должна быть к этому интактна. Интактна. Узнаем из опроса, как часто жители сталкиваются с аллергиями. По данным опроса Института общественного мнения, 84% россиян когда-либо в своей жизни сталкивались с аллергической реакцией. Среди них 43% отмечают, что наиболее сильные симптомы проявляются летом. Еще треть страдает от аллергии круглый год. 33% респондентов имеют аллергическую реакцию на растения. 57% признались, что аллергия влияет на их качество жизни. 66% считают, что плохая экология провоцирует возникновение аллергии у людей. Каждый пятый сталкивается с аллергией на солнце или на животных, а 17% не выносят холода. 52% сталкиваются с таким симптомом проявления аллергии, как сыпь. 49% много чихают, 45% испытывают зуд и жжение, 43% – заложенность носа. 20% россиян впервые испытали аллергию в детстве, причем 3% из них с рождения. Также 17% стали аллергиками в подростковом возрасте, 34% в возрасте 18-35 лет и 39% после 35 лет. Более половины опрошенных принимают лекарства в борьбе с аллергией. 46% стараются не контактировать с аллергеном. 35% используют лекарственные средства наружного применения. Может кто посмеется, но мне вот совсем не смешно, хотя я с этим не сталкивался. Аллергия на солнце, аллергия на холод. Людям просто не нравится мерзнуть или не нравится, когда им жарко? Или действительно есть такие проблемы, и их как-то официально диагностируют? Да, есть. Но это не истинное, как мы о аллергии говорим, а ложное. То есть проявления похожие как при аллергии, но иммунологические механизмы там другие. При воздействии холодного фактора, то есть холодная вода, морозный воздух, у человека открытые участки, например, зимой начинают покрываться сыпью, краснота и отекают. А на солнышко, это когда при воздействии ультрафиолетовых лучей, солнечных тоже на коже появляются различные высыпания. Причем эти, так называемые фотодерматиты, он может быть разный. Он может быть эндогенный, экзогенный. То есть есть, например, на прием некоторые препараты, при употреблении которых человек начинает реагировать на солнце. То есть если эти препараты убрать, то такой реакции уже не будет. Такие пациенты, они тоже идут? К вам? Или вы их перенаправляете, скажем, к специалистам по коже? Они должны обязательно проконсультироваться и у дерматолога, и у аллерголога. Не просто с аллергиями, особенно когда не понимаешь, что настоящее, а что ненастоящая аллергия. Как аллергии диагностируют? Ну, сейчас есть различные аллергологические обследования. Первое – это есть на кожные тесты, то есть кожные пробы их еще называют. То есть когда аллергия наносится на кожу, и по реакции через какое-то время оценивается вот этот валдырь, который образуется. И констатирует врач-аллерголог. Это только аллерголог-иммунолог проводит. Вот в условиях аллергологического кабинета выявляется такая аллергия. Это пальцевые аллергены, бытовые, эпидермальные, пищевые аллергены. Ну, они доступны, в принципе. Ну, бывают тут проблемы именно с поступлением этих аллергенов. Но это уже, так скажем, другой вопрос. Вот. И второй метод – это специфический иммуноглобулин Е. То есть когда сдается анализ крови, и проверяются вот эти специфические иммуноглобулины класса Е, которые вырабатываются при аллергических реакциях, к конкретным тоже аллергенам. За своих детей переживаем всегда больше, чем за себя. И есть такое утверждение, распространенное мнение беременной, кормящей женщине. Нужна строгая диета, от всего ее надо уберечь, чтобы это все не… то есть чтобы защитить ребенка от аллергенов. Насколько, с точки зрения современной медицинской науки, это оправдано? Или тут мы слишком сильно дуем на воду? Да. Здесь, во-первых, нужно опять индивидуально подходить к вопросу. Потому что нужно, во-первых, определиться. А сама беременная женщина аллергик, она не аллергик. То есть если она аллергик, то, естественно, есть определенные диеты, какие-то другие рекомендации. Если она не аллергик, то какой-то прям вот такой диеты, что как вот иногда рекомендуют, нет необходимости. Ну, как вообще ничего нельзя, да? Ну, да. То есть главное, чтобы она была сбалансирована, та, которая необходима беременной женщине. Вот. Дело в том, что через плаценту вот иммуноглобулины класса Е, вот эти вот аллергические, они не проходят. И даже если иногда боятся, что у женщины вдруг возникает какая-то аллергическая реакция, то обязательно ребенок будет аллергик. Такого тоже, конечно, нет. То есть плод у нас защищен от этого. И бояться женщине, что обязательно будет ребенок аллергиком, нет, конечно. Но лучше обследоваться беременной. Если у беременной, вернее, еще до беременности, женщина аллергия, конечно, лучше обследоваться заранее. Потому что беременных женщин никаких обследований аллергологических, например, кожных тестов делать нельзя. Только есть специфические иммуноглобулины Е. Вот. Ну и в завершении, есть ли от аллергии и аллергенов защита? И что это, кроме в деревне, к тетке, глушь? Ну, конечно, это медикаментозная терапия, вот аллергеноспецифическая иммунотерапия, как я сказала. Возможно, еще, например, у кого выявляется какая-то пыльцевая аллергия, то есть цветение происходит в определенное время, поэтому можно на это время выезжать из данной климатической зоны. То есть исключить контакт с аллергеном. То есть самое, так скажем, первое лечение аллергии это исключить контакт. Поэтому с чем можно исключить, лучше исключить. Если уж нельзя, то тогда нужно принимать лекарственные препараты для снижения симптомов аллергии. Ну и после консультации аллерголога-иммунолога решить вопрос об аллергеноспецифической иммунотерапии. Планируем отпуск, планируем беременность, следим за тем, что кушаем, в принципе, читаем, что кушаем. Огромное вам спасибо, спасибо, что делитесь с нами информацией о здоровье. Я надеюсь, она будет не бесполезной. Всего самого доброго. Желаю всем здоровья. На сегодня все. Станут ли наши водоемы безопаснее? Что этому мешает? Расскажем завтра в эфире с настоящим спасателем. До встречи на нашем канале.